Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня на основании текста Евангелия от Матфея, 4 глава, 8-9 стих, мы рассмотрим вопрос. Как дьявол мог предлагать Христу то, что ему, дьяволу, не принадлежит? Я прочитаю этот текст. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их и говорит ему, все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне. Дьявол предлагает Христу все царства мира и славу их, как некую свою собственность. Но неужели все царства мира и вся слава их принадлежит дьяволу? Конечно, в лице той части человечества, которые преклонились перед дьяволом в формате культа Золотого Тельца, да, они подпали под его власть. Но власть Бога над собственным творением, она более величественна. Ибо по праву Творца Бог почитает все своей собственностью и по праву Творца является единственным собственником во Вселенной. Потому что абсолютная форма собственности – это собственность того, кто все сотворил. И посмотрим, что об этом говорится в Псалтире. Это 49-й Псалом, седьмого по двенадцатый стих. «Слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя. Все сожжения твои всегда предо мною. Не приму тельца из дома твоего, Ни козлов из дворов твоих, Ибо мои все звери в лесу, И скот на тысячи гор мои. Знаю всех птиц на горах, И животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, То не сказал бы тебе. Ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Так как Господь Творец, По праву Творца он обладает безраздельно всем. А вот что по поводу этого искушения Писал древнехристианский анонимный комментатор, Имя которого не сохранилось в истории, Но его комментарии используются. Посмотри, сколь безрассудны и лживы Все дьявольские обещания. Ведь поистине не мог же он дать все одному, Не отняв все у всех. Но если бы он у всех все отнял, То никто ему бы не поклонялся. Ибо если кто ему и поклоняется, То не по любви или из страха, А только потому, Что он либо обещает богатство, Либо дает их. И какой прок был дьяволу в том, Чтобы отнять у всех и отдать все одному, Чтобы у всех быть в презрении, А одним только почитаться. Но нельзя же нам сказать, Что каждый владеет своим, А над всем этим стоит дьявол. Ибо никогда он один не владел миром. Не было того, Никогда и быть не может, Чтобы кто-то был в подчинении Только у него, у дьявола. Прежде всего, благодаря Богу, Ибо он, Господь, Не дает дьяволу такой возможности. А во-вторых, из-за самого дьявола В чем же его радость, Слава, сила, Как ни в гордыне, В зависти, В ярости, В тщеславии и тому подобном. Где всему этому предаются, Там единое царство не может устоять, Но неизбежно разделяется на многие. Но где этого нет, Там дьявол не в почете, И царствовать не может. Где нету дьявола? В сердцах верующих людей, Ибо сказано, Верою вселиться Христу в сердца ваши, А там, где обитает Христос, Нету места для дьявола. И вот еще одна очень интересная цитата, Это святитель Григорий Великий, Папа Римский, Это его работа «Сорок гамилий на Евангелие». Он здесь пишет. «Но есть возлюбнейшие братья, Другое, что мы должны обсудить В этом Господнем искушении. Поскольку Господь, Искушаемый дьяволом, Отвечает ему заповедями Священного Писания, И тот, кто был тем словом, Которое могло низвергнуть В бездну своего искусителя, Не проявляет силы своего могущества, А дает только одно наставление Из Священного Писания, То он представляет нам пример Своего терпения, Чтобы мы, когда терпим что-либо, От дурных людей Побуждались более к научению, Нежели к отомщению. Помыслите, каково Божье терпение И каково наше терпение. Мы, когда нас задевают Обидами или каким-либо оскорблением, Побуждаемые яростью, Или сами мстим, Насколько можем, Или угрожаем отомстить, Если не можем. Вот Господь перенес Враждебность дьявола, Ничем ему не ответил, Кроме слов кротости. Написано, сказано. Он терпит того, Кого мог наказать, Чтобы выше восходила Его Христа слава, Благодаря тому, Что он победил своего врага Не истреблением, Но терпением. И те из вас, Которые читали Житие Макария Египетского, Наверное, помнят, Что когда он восходил По ступеням мытарства, То бесы, Которые стояли На этих ступенях мытарств, Они говорили, Ты нас победил, Ты нас победил, Ты нас победил. Но последнее слово Сказал сам дьявол, Который указал на то, Чем Макарий победил Его дьявола И его бесов Смирением. А почему на мытарствах Бесы признавали Своё поражение, Чтобы душа, Которая так легко Проходила мытарства, Возгордилась бы. Вот какая была цель, Когда они выстроились в ряд, Как бы приветствуя Его. Итак, когда само Слово Божие, Христос, о котором сказано, Что Слово стало плотью, И обитало с нами Полной благодати и истины, На искушение дьявола отвечало, А дьявол искушал его Словами из Писания, То есть собственными словами Христа, Он есть Слово Божие. Господь смиренно отвечал, Написано, сказано, Научая и нас В борьбе с силами зла Прибегать К этому источнику, К священному Писанию. И с помощью этого Обоюдоострого меча, Заточенного о двух сторонах Книги Ветхого и Нового Завета, Отвечать На любой Выпад зла. Дьявол – лжец, Вся власть принадлежит Христу Царю И Богу Отцу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...